Жители Карагандинской области обеспокоены ростом заболеваемости среди маленьких детей. За последний месяц, отмечают врачи, увеличилось число обращений молодых родителей с жалобами на плохое самочувствие их чад. Симптомы у всех схожи – кашель, температура, слабость. При этом состояние некоторых малышей требовало даже стационарного лечения. У обеспокоенных родителей возникло подозрение, что виноват в этом ковид-19. Сейчас это все связано с различными видами переохлаждений. То есть, погода сейчас изменчива. Утром может быть похолодание, в обед, наоборот, тепло. Ребенок раздевается, легкий ветерок вспотевший, и переохлаждение, соответственно, ведет за собой сопли, кашель, насморк. И мамы, наверное, начинают переживать и думать о том, что это может быть атипичная пневмония. Во время неустойчивой погоды специалисты советуют родителям заняться укреплением иммунитета детей и правильно подбирать им одежду. Успокаивают врачи и статистическими данными. В конце лета – начале осени этого года общее число заболевших детей не больше, чем в прошлогодний аналогичный период. Вспышек по коронавирусу среди маленьких жителей области нет. А дети, которых COVID-19 не именовал, справились с ним достаточно легко. Дети не подвержены в основном массе своей поражению COVID-инфекции. И в основном эти дети контактные, то есть там, где COVID-19 заболела вся семья. Проявляется у детей это в меньшей степени, то есть маленьким единичным очагом, как правило, в нижних долях или в нижней доле легкого. И подвергается очень быстрому рассасыванию, то есть ребенок без каких-либо сложений и последствий выздоравливает. Сегодня в области коронавирусной инфекции не болеет ни один ребенок. У 34 детей выявлены пневмонии, но не ковидоподобные, а обычные бактериальные, которые являются осложнением хронического ОРВИ. Екатерина Чеснокова, Жанна Карташова, Новости Тимиртау.